Итак, действительно, 6 миллиардов долларов столько потеряла Россия из-за санкций только в прошлом году. Да, на Минэкономразвитие, конечно, впечатляет, но, честно говоря, я уже запуталась, кто и, главное, что там против нас вводил. Это понятно. Уже 4,5 года прошло с начала торговой войны с Западом, но наш международный обозреватель Алина Гребнева вместе с нами вспомнит все. Да, все ходы записаны. Алин, привет. Добрый вечер. Так из-за кого российские экспортеры потеряли больше всего? Привет, Лен. Я бы ответила на твой вопрос несколько философски. На мой взгляд, самые большие потери у нас из-за Верховного Совета СССР. Не удивляйтесь. Причем десету, да, вы скажете. А вы знаете вообще, какой сегодня день? Вторник. Вторник? Ну, не только вторник, а еще 19 февраля. А ведь ровно 65 лет назад, 19 февраля 1954 года, указом Президиума Верховного Совета СССР, Крымская область перешла в состав Украинской СССР. Собственно, тогда-то все и началось. Хотя кто бы мог подумать в 1954 году, что СССР развалится, да, и вопрос, чей Крым, заиграет, можно сказать, новыми политическими красками. Ну да, это ты хорошо вспомнила. Но давай вернемся все-таки ближе к нашим реалиям. Сколько вообще стран ввели против России санкции и какие из них привели к наиболее ощутимым потерям? По данным Минэкономразвития, по состоянию на конец 2018 года, различные ограничительные меры против России ввели более 60 стран. Общий ущерб оценивается Минэком более чем в 6 миллиардов долларов. Ну, давайте разбираться подробнее, цифр много. Да, если взять ущерб российских экспортеров, это предположительный, предполагаемый ущерб, как вроде недополученная прибыль. Больше всего российские экспортеры пострадали из-за санкций Евросоюза. Это 2,4 миллиарда долларов. Далее на втором месте идет США. Здесь потери на уровне 1 миллиарда долларов. Замыкают тройку санкций Украины. Непростые отношения с этой страной только в прошлом году обошлись нашим экспортерам почти 800 миллионов долларов. Потери по отраслям. Сейчас мы увидим, ну, тут лидируют металлургические компании. Убытки почти в 4 миллиарда долларов из-за антидемпинговых пошлин Евросоюза и США. Далее пионеры торговых воин и санкционных воин. Это сельхозпредприятие. Потери больше миллиарда долларов и замыкает тройку химической промышленности. Это, напомню, ущерб от уже действующих санкций. Но ведь готовится новый пакет санкций. В частности, американские сенаторы подготовили новый текст законопроекта. Он, предположительно, ударит по нефтяному сектору. По крайней мере, в этом уверены некоторые эксперты. Две больших категории, на которые можно подразделить возможные ограничения. Это способность иностранных инвесторов вкладывать в уже существующие или новые проекты, которые находятся на территории России. И способность компании, прежде всего, компании с госучастием, развивать проекты за пределами Российской Федерации. Вот эти две категории представляют наибольший риск. Любые ограничения, которые будут предусмотрены данным проектом, они, естественно, снизят конкурентоспособность российских компаний, снизят возможность российских компаний заключать альянсы, создавать совместные предприятия. И в среднесрочной и долгосрочной перспективе они также могут негативным образом оказать влияние на возможность российских компаний к воспроизводству минерально-сырьевой базы. Новый пакет санкций готовят не только Соединенные Штаты, но и Евросоюз. В прошлый раз Брюссель утвердил санкции в отношении почти 50 компаний. Они действуют до 15 марта этого года. То есть у европейских стран остается чуть больше трех недель, чтобы обсудить и согласовать то, каким образом они будут пытаться влиять на политику Москвы уже в этом 2019 году. Спасибо, Алина. Наш международный обозреватель Алина Гребнева и ее предчувствие новых санкций.